Вот нравится мне Альберт Павлов. А через год он станет нравиться мне еще больше. Да потому что через год это первый нормальный клиент автостопа. Ну а как вы хотели? Проект раскручивается 3-4 года, а потом уже работа. А то суслики мелкие из ТВ разных в виде, как я на тачках рассекаю и думают, что все так просто. Да нет. Вот и автостекло у Альберта, будучи крутым с самого начала, теперь стало самым крутым в Урало-Сибирском регионе. А как вы хотели? Не купил дилерский центр, а потихоньку сделал. А еще очень нравится Альберту Павлову показывать, что он делает все качественно. И вот вам результат. Помнится мы вам рассказали, где находится новый павильон автостекло у Альберта. Это не павильон. Да и то, что находится рядышком по улице Советской и Комсомольской, это тоже не павильон. Это был сервис. Но теперь сервис стал гораздо круче. Посмотрите, какой это павильон. Раз, два, три, там много ворот. И сюда также могут заехать и автомобили, и грузовики, и автобусы. То есть это сделано для вас. Для вас же делаются и весьма великолепные цены. А вот, кстати, насчет цен. Мы посмотрели и хотелось бы вам продемонстрировать, что сегодня, сейчас в городе Магнитогорске есть сервис по замене вашего автомобильного стекла. И вам абсолютно нет необходимости никуда ездить. Понятно? Вам не надо проезжать по ушам, что в каком-то гараже все будет. Кстати, хотите посмотреть, как делается в гараже? А сейчас все и увидите. К слову о гаражах. Меня дивно так попросили не показывать лица. А я и понял. Кстати, про цену вопроса. Почти столько же, как у Альберта. Но осколки не убираются. Извините, бычки в ту же степь. И никто не грунтует ни стекло, ни основу. Клей самый дешевый, дешевле некуда. Наносится вообще безобразно. И вот результат. Да, такое стекло возможно продать. Человек не каждый день будет проверять, стеклышко-то. Но потом... Это российское стекло кооперативное. Делали где-то в гараже. Вклеивали. Сделали очень плохо. Могу показать. Вот, элементарно. Стекло не приклеено. Да уж, и такие люди едут сюда. У меня, кстати, такая же чеботуха и получилась. Приехал тоже. И потому что знаю, цены нормальные. А есть результат. Каков он? Пожизненная гарантия. Поменяли здесь стекло и до следующего удара. Который, кстати, может случиться и легко. Я, конечно, понимаю, да, что вот такую машину вы купили. Где такое стекло вклеили? Не знаете? Нет, не знаю, где вклеили. А как сюда приехали? Почему не в ближайшем гараже? Ехал мимо, увидел рекламу. Стекла от Альберта. Пришил заехать. Узнал все. Посоветовали, что здесь быстро и качественно сделают стекло с гарантией. Вечной. То есть можно понять, что это вечная гарантия. Они поставили и вы забыли про стекло. Но есть только не разбили. Ну, я так понимаю. Ну, с ответа самого хозяина я так понял, что действительно вечная гарантия. Тут надо понимать, как ездить. Зима не рысачим, как не рысачим по проселку. А то такое бывает. Маленькая трещинка становится очень большой. Особенно зимой. Особенно под теплым воздухом. И особенно этим страдают японцы. Особенно там, где нет должного сервиса. Кстати, честно, сервиса такого уровня вам в нашей зоне и не найти. К слову о том, что может ли Альберт Павлов так же легко вам стекло и поменять. Ну, зайдьте на любой нашей марки и удивитесь. Я, конечно, не понимаю кабинет директора. Но сам Альберт Павлов так же меняет стекла. Кстати, помните начало сюжета? Качество и цена. И вот вам результат. Я хочу на конкретном примере рассказать, что такое дорого и что такое недорого. Бывает, ко мне приезжают, покупают стекло. Вот хотя бы взять вот этот Chevrolet Lanos. Я говорю, а в клейках где будете делать? Они говорят, будем делать в гараже. У вас дорого. И давай начинаем считать. Возьмите карандаш и бумагу. И я объясню на конкретном примере, что такое дорого. Стоимость стекла определенной не будем считать. Клиент у меня его купил. Установка стоит 1400. Включая клей, профессиональный молдинг. Он входит в установку, входит. Клиент покупает, уходит. Приходит потом за молдингом. Метр молдинга стоит 400 рублей. 400 рублей. 3 метра надо. Это уже 1200 плюс клей. И где называется слово дорого? Это получается недорого. Это качественно. Вы думаете, что у нас большое помещение такое? Из-за этого мы берем деньги большие? Нет. Мы берем, у нас установка в клейке определенную сумму имеет. Датчик даже без датчика. Но стараемся сделать качественно. То есть вам где-то в другом гараже поменяли за ту же сумму. Но не в клеере молдинг. Клей гнилой по сути. А это вам надо? Все в абсолютно другом количестве. Я бы себе решил ставить бор. В смысле российское стекло. Практически на любые автомобили. И мы где-то рядышком с Китаем. Но здесь есть бор. И он чуть круче. А в некоторых случаях дешевле Китая. Кстати о том, что здесь делается. Здесь делают любое стекло на фуры и автобусы. Клеят триплекс на погрузчики и грейдеры. Естественен и весь выбор сталинита. Да и на мой японческий автомобиль привезти-то можно. А про зеркала и тоже есть. Короче, круче не придумать. И в чем-то мы и превосходим города. И это наш комбинат, наш металлурки, наше стекло. В сервисе автостекло у Альберта. Вот так вот, да, получается. Хотел сделать небольшой сюжет, а получился большой. А потому что это правило. Вам уже показали, что где бы вы ни ездили, везде будет чуть-чуть. А то и гораздо хуже, чем у Альберта. Посмотрите. Стекло сделанное в гараже. Ну все отвинтилось, да. Другое стекло, тоже гараж. Да зачем это надо делать? Я не понимаю. Но даже если вы где-то что-то можете 300 рублей сэкономить, для чего все это делается? Я лично свои машины делаю здесь, в автостекле у Альберта. И новый адрес, и новое место. Это северный переход. И вот здесь это место. То есть, по сути, мне говорил Альберт, покажи все это дело на компьютерной графике. Я говорю, зачем это все показывать? Обратите внимание, все, кто ездит в сторону Белорецка или на северный цехокомбинат. Вот она, налево посмотрите. Это то самое место. Оттуда едете, мимо поворота получается, и направо. Что вам еще объяснять? Именно здесь качественно ставят стекла. А вы хотите проверить? Да лучше этого не делать. Потому что кроме автостекла Альберта, качественнее стекол у нас никто не сделает.